Продолжение следует... Здравствуйте, меня зовут Лиза Ляжская, это 14 канал с интересом по жизни. Ответы Игоря Ивановича почти в самом конце, а сейчас давайте раскроем тему про родителей. Знаете, во что одевались ваши родители? Какие стили и предпочтения были актуальны 15, 30, 40 лет назад и были популярны среди молодежи до 14 лет и старше? Поговорим о копниках, котах, металистах, панках, рэперах и многих других, а также расскажем о каких фильмах можно на них посмотреть и узнать, как жили ваши родители на стиле тогда. Первые металисты появились немного ранее, но в 90-х основным местом их сбора стали рок-концерты и тусовки. А самым масштабным событием в стране для них стал концерт «Монстры рока» в Москве в 1991 году. Впервые для людей, родившихся в СССР, выступила группа «Металлика». Отличить металлиста было очень просто. Длинные волосы, кожаные косухи, джинсы, футболки с изображением любимой рок-группы, браслеты с заклепками и массивные цепочки. К ко всему этому прилагался плейлист с такими группами, как «Ария», «Коррозия металла», «Черный обелиск», «Асси Диси», «Металлика» и многие другие. Много металла в последнем сезоне очень странных дел. Рокеры. Металисты на мотоциклах. В 90-е рокеры гоняли на мотоциклах, тусовались в парках, слушали «Асси Диси», «ДДТ», «Блэк Себас», «Роллинг Стоунс», «Черный обелиск» и других. Они были весьма похожи на металлистов. Те же длинные волосы, косухи, массивные ботинки и сапоги с загнутыми носами. Но именно из этого движения сформировалось целое поколение, которое по-прежнему собирается в обширные сообщества. Просто помимо музыки, их главной любовью стали железные кони. Их внешний вид вызывающе агрессивный. Черная одежда с большим количеством металла, изображением черепов, крови, надписью «Сатана» на английском языке. Хотя одежда чистая, опрятная. Классические металлисты носят узкие черные джинсы, заправленные в высокие ботинки или «казаки», кожаные куртки с косой молнией, косухи, косовороты, серьги в левом ухе, перстни с изображением черепов или других черных магических символов, пентаграммы, скелет и т.д. Но их внешняя агрессивность и мрачность чаще всего являются средством эпатажа окружающих людей. Те, которым за 25 лет занимаются серьезной работой, как правило, миролюбивы, хотя иногда могут похулиганить вместе с теми, кто моложе. Кино про рокеров и металлистов «Авария. Дочь мента». Кстати, в главной роли супруга Ивана Хлобыстина. Чего ты на дискотека меня вообще не вставляешь? Вообще сейчас амот на рэп, юс! Хип-хоп, широченные джинсы, свободные широкие футболки и бестболки. И много паузов в подражании американскому рэпу. Наши рэперы активно слушали Bad Balance, Custom, многоточие и благоговели перед таким именем, как Тупак Шакур. Из 90-х они плавно перебрались на любые, где их музыкальные предпочтения разделились на тех, кто тяготеет к попсовому хип-хопу и более андеграундные. Если в 90-е они хоть как-то выделялись в тусовке, то со временем наши рэперы стали выглядеть просто как обычные подростки, отдающие предпочтение спортивному стилю одежды. Штаны и джинсы Представить себе рэпера без свободной футболки или майки практически невозможно. При этом такие вещи обычно украшены принтами или нашивками. Толстовки и балахоны Широкие кофты на молнии, балахоны или толстовки также считаются вещами must-have. Они обязательно должны присутствовать в гардеробе. Особенно популярны модели с капюшоном. Мода носить изделия с капюшоном зародилась у любителей граффити. Такая деталь помогла быстро скрыть лицо. Куртки Основными вариантами верхней одежды для рэперов считаются спортивные куртки с яркими и оригинальными принтами. Такие вещи прекрасно дополняют весь образ. Нередко куртки используются не только в холодную погоду в качестве особенного элемента образа. Головные уборы У рэперского стиля достаточно большой выбор головных уборов. Это бейсболки, банданы и шапки с век стиля. Если банданы постепенно отходят на задний план, то бейсболки и шапки популярны уже долгие годы. Особенностью бейсболок является прямой козырек. Обувь Чаще всего рэперы выбирают кеды. Они могут быть разными, высокими или короткими. Выполнены в самых разных цветах. Большинство считает, что отдать предпочтение все же стоит высоким белым кедам. Без аксессуаров сложно получить законченный и действительно стильный образ рэпера. Для этого используются напульсники, цепи с массивными кулонами. Лучшее, что стоит посмотреть по теме, это фильм «Восьмая миля» с Эминимум. Брейкеры Брейкеры – аналог сегодняшних хип-хоперов и уличных танцеров 80-х-90-х годов. Танцевальная субкультура, которая пересеклась со скейт-вижением. Ребята, которые увлекались брейком, собирались на любых местах, чтобы продемонстрировать свое умение в данном виде танца. Так же, как и все остальные, экспериментировали со внешностью. Брейкеры одевались в основном в спортивные костюмы, которые после таких танцев приходилось штопать. Ставили очень популярными после выхода фильма «Танцы на крыше». Посмотрите на досуге. Че, страшно, да? Феномен гопников является чисто российским явлением, зародившимся после распада СССР. Кепка-уточка, спортивный костюм, короткая стрижка, походка в развалку и угрожающий вид сразу выделяли их в толпе. А так как любимым местом их тусовок были скверы, подъезды и заброшенные стройки, то родители трясли за своих детей, чтобы те не попали в плохую компанию. Так называемая гопота занималась хулиганством и промышляла грабежами. В своей тусовке гопники называют друг друга нормальными пацанами. Именно от таких пацанов часто всего прилетала неформальная молодежи. Закошмарить рэпера или металлиста – милое дело. К просмотру обязательные фильмы «Пацаны» и «Прощай, шпана за москворецкое». Гопники Надевают преимущественно спортивные вещи. Это штаны и олимпийка, иногда с капюшоном. В качестве обуви – кроссовки или остроносые туфли. Нередко именно под спортивный костюм. Из-за низкого материального положения они не могут себе позволить дорогостоящие одежды известных брендов. Поэтому чаще всего носят поддельные вещи таких брендов, как «Адидас», «Найк», «Рибок» и других. Молодежная субкультура гопники с символом четкости также является классическая черно-кожаная куртка, которую носят поверх спортивного костюма. Данный стиль перешел из криминальных кругов, с которыми себя гопы ассоциируют. Молодежная субкультура гопников отрицает и презирает любые модные прически. Поэтому в качестве стрижки выбирает себе незамысловатые прически. Чаще всего это бокс или просто стрижка на лысо. Девушки же, напротив, одевают излишне контрастно и вызывающе, чтобы подчеркнуть свой гендер. Девочка-гот Эволюция такого музыкального жанра, как готик-рок, споримировала такую субкультуру, известную как готы. Их популярность стала возрастать в начале нулевых, когда перекрасить шевелюру в черный цвет и закупить белой пудры не составляло труда. Проще было купить кожаную одежду и корсеты, в которых любили щеколять на тусовках девушки-готы. Серебряные украшения, символизирующие смерть и черная одежда, являлись главными атрибутами данной субкультуры. Агрессивные, ненавидят окружающих. Для них характерны были прогулки на кладбище. Если вы знаете фильм про готов, обязательно напишите в комментариях. Девочка Эмо В 2000-х годах развела субкультура Эмо. Визуально Эмо одно время путали с готами, что вызывает возмущение у обоих субкультур. Но потом стали различать за версту носителей рваных челок, выкрашенных в розовый цвет, выбеленные лица со смоки айс и бесконечно черно-розовые элементы одежды и аксессуары с их любимым изображением черепа с костями, или разбитого сердца. В это же время на страну обрушились первые соцсети. Эмма Бой и Эмма Югел запестрели не к неймами и статусами о трагичной любви, что сильно напрягло не только противников этого движения, но и чиновников Госдумы из-за роста риска детского суицида. В 2010 году Эмма утратили свою популярность, а большинство из них просто переросли этот период. Само название Эмма сокращенно эмоциональный. Также Эмма очень чувствительная и воспринимает все близко к сердцу. Как и у Готов, стиль юноши Эмма имеет много общего со стилем девушек. И в целом образу молодых людей в стиле Эмма присуща женственность. Как и у Готов, основным цветом в одежде является черный, но не единственным. Пару ему составляет розовый цвет. Характерный элемент одежды в стиле Эмма – зауженные джинсы. Девушки носят юбки-пачки. Все Эмма носят узкие обтягивающие футболки, черные или же розовые ремни, кеды с яркими или черными шнурками, слепоны, клетчатые косынки-арафатки на шее. На одежде Эмма можно встретить необычные и яркие рисунки – сердца, лезвия, пистолеты. Иногда розовое сердце может быть с трещиной или вообще разорвано в клочья. А еще встречается череп с костями, черная пятиконечная звезда на розовом фоне и персонажи из мультфильмов. Одежда Эмма может быть в полоску и клетку. Знаете кино про Эмма? Напишите в комментарии. Фанаты неадеквально популярной в России группы The Page Mode, ее солистов Дэвида Гаана и Мартина Гора, во всем старались соблюсти стиль любимой группы. Очень ценилось знание всех песен, альбомов и истории из жизни музыкантов. Собирались ежегодно 9 мая у памятника Майковскому в Москве. В лучшие годы собиралась толпа в 3000 человек, одетых в черные косухи, засветленные джинсы, прическами и платформами, как у Гаана, и гораздо реже – засветленными завитыми кудрями с подбритыми висками, как у Гора. И вся эта толпа мирно шествовала по центральным улицам и пила пиво, наводя страх и трепет на ветеранов и неврубающихся. А позже вся эта толпа мирно расходилась по своим фан-сетам или заходила в единственный в своем городе клуб, полностью посвященный любимой группе. Депешисты Депешисты Отличительными особенностями стеляк во внешнем виде была их одежда, прическа и вызывающий макияж у девушек. В женском гардеробе было много юбок, платьев, брюк, блузок и водолазок. Девочки подчеркивали свою женственность не только одеждой, но и украшениями. Также из аксессуаров использовались платки, перчатки, шляпки и пояса. Из обуви женщины носили туфли на небольшом каблуке. У мужчин в одежде также в первую очередь ценилась экстравагантность. Молодые парни преимущественно носили классические костюмы, двойку или тройку, но и ярких красочных оттенков. Для мальчиков важно было выделяться в толпе. Костюмы стеляги считали своей визитной карточкой. Посмотрите фильм «Стеляги». Много вопросов отвалится. В отличие от «Стеляги» парям повезло больше. Им уже ничего не надо было придумывать. Все за них придумали ребята Запада. Весь внешний вид и стиль одежды советские ребята переняли у американцев. Только сделали маленькую поправку под условия своего государства. Стали более добрыми. Главные особенности одежды в стиле хиппи – простота, непритязательность, обязательно наличие эстетических мотивов в одежде, яркие цвета, натуральные ткани, а также обилие аксессуаров. Аксессуары – разнообразные фенечки, изготовленные из таких материалов, как нитки, кожа, бисер. Цветовые сочетания фенечки могли иметь и свое значение. Так, красно-желтая могла считаться признанием в любви, а черно-желтая – полосатая, по желаниям удачного автостопа. Футболки из хлопчатой бумажной ткани, без логотипов и лейбов. На футболках может быть и соответствующий мировоззрение хиппи-принт. К примеру, значок «Пацифик» и лозунги типа «Займитесь любовью, а не войной». Потертые кожаные или же джинсовые жилеты. Брюки, а лучше джинсы-клёш. Джинсы или брюки также расписываются красками, расшиваются бисером или же мулине. Главные атрибуты хиппи – длинные волосы, брюки-клёш и хоратник. Но самое главное – это украшения и цветы. Также вам советуем к просмотру фильм о хиппи «Дом солнца». Кстати, он был снят Игорем Ивановичем. Если западные панки стали такими, потому что слушали панк-рок в виде Sex Pistols, Clash, Exploited, то наши ребята могли слушать всё подряд – от Beatles и до Iron Maiden. Фишкой советских панков было их отношение к окружающему миру, противокационные выходки, шутки в сторону посторонних людей и в особенности милиционеров. Цветной ирокез, куртки с заклёпками и неряшливый внешний вид были визитной карточкой панков. Они слушали и русский панк-рок. Короли шут, сектор газа, гражданская барона. Хорошо выпивали и бороли за свободу взглядов, человеческие права и полную независимость от устоявшихся в обществе норм. Панки. Кожаные куртки-косухи с заклёпками, иногда раскрашенные, рваные или разрезанные джинсы, часто с заплатками. Джинсы, предварительно вымоченные в растворе от белителя, получается джинсы с рыжими разводами, клетчатые штаны, чёрные футболки, рваные майки, чёрные колготки в крупную сеточку, обувь, массивные армейские башмаки на толстой подушве со шнуровкой, гады, короткие тяжёлые ботинки, банки или же кеды, аксессуары, цепи различного плетения и размеров, набор булавок и значков, напульсники с шипами, ремень с бляшкой в виде черепа или с крестами, анархистские знаки, булавки, серьги в ушах, носах и так далее, помимо носимых украшений, панки делают татуировки, со смыслом, а иногда и без особого смысла, смотреть анархию Гарика Сукачёва. Московский международный фестиваль и премьера анархии. Фильм о спектакля Гарика Сукачёва. Игорь Иванович или Гарик Сукачёв? Под этим именем его знают миллионы, и ещё больше людей знают, что его бабушка корит трубку. Гарик Сукачёв, рок-музыкант, актёр, режиссёр-сценарист и просто талантливый человек. Мы были на премьере фильма «Анархия». Зады будет настоящая правда. Мы же всегда верим, что нам надо говорить правду. Значит, мы выйдем туда с улыбкой чеширского кота и будем продавать. Продавать! Продавать! Это картина о панках. Картина рассказывает о том, как постарели британские панки и как им в возрасте пришлось, столкнувшись с оскалом капитализма, чуть не расстаться со своими принципами. Второй фильм Гарика, раскрывающий молодёжную субкультуру, это «Дом солнца». Фильм о хиппи, о детях цветов и их непростой жизни в Советском Союзе. Эти фильмы обязательно стоит посмотреть. Также мы задали Гарику несколько вопросов на пресс-подходе, буквально растолкав центральное телевидение. Кем вы были? Панком или хиппарём в молодости? На что Гарик ответил ни тем, ни другим. Просто тусовался на улице. Видимо, он просто был с парнями и там создал свою первую группу. Также фильмы в нашу тему. «Наше лето». Кино про группу кино и Майкла Науменко. И британская картина «Рок-волна». Понравился репортаж? Узнали что-то новое? Где искать фильмы, чтобы посмотреть не маленькие? Знаете сами. Если есть что добавить, то пишите в комментарии. А также напишите, во что одевались ваши родители в вашем возрасте. И расскажите, к какой субкультуре вы относитесь. С вами были Ряжские Елизавета и Илья. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok